Доброе утро! Мотосезон открыт. Я уже сбилась со счета, сколько мотоциклистов, байкеров ездят уже по городу. Сбилась или сбила? Пока еще ни одного не сбила. Но так все-таки хотелось бы напомнить, как ездить, что делать, как защищаться, как сотрудники ГИБДД к этому относятся. Я бы хотел еще добавить про проскутеры. Со скольки лет вообще разрешено выезжать, потому что иногда очень молодые люди. Да, это у нас с наступлением весны, это очередная проблема на наших дорогах. Скутеры, мотоциклы, велосипеды, все это сливается с автомобильным потоком. И зачастую водители этих транспортных средств не знают правила дорожного движения, не соблюдают эти правила. И все-таки хотелось бы напомнить, что садясь на данное транспортное средство, вы становитесь полноправным участником дорожного движения. И вы также должны подчиняться правилам дорожного движения и соблюдать законы дорог. И на скутере разрешено управлять скутером с 16 лет выезжать на проезжую часть, на велосипеде с 14 лет. Вот. Часто наши школьники это правило забывают и выезжают. Часто можно видеть школьников 10-12 лет. Ну даже... 12-то лет уже есть, мне скутеры очень нравятся. Мне права нужны были для этого? Нет. На скутер нет. Права сейчас не нужны. Сейчас в Думе законопроект рассматривается, категория М специально на скутеры. Ну и пока этот закон не принят, еще только рассматривают. Вы говорите, на дороге общего пользования можно на велосипеде выезжать с 14 лет. Но здесь же действительно не знают никаких прав в 14 лет. Вы правили? Вот мы просим, чтобы они выезжали на дороге, уже изучив правила дорожного движения. Есть в школах основной курс правил дорожного движения и правила для велосипедистов. Там он тоже рассказывает. Мы в своих беседах, мероприятиях тоже уделяем этому вниманию, этому направлению, этим участникам дорожного движения. И хотелось бы родителям напомнить о том, что покупая такие игрушки своим детям, все-таки надо контролировать, где ребенок проводит свой досуг. И будет намного безопаснее, если ребенок будет кататься где-то на закрытой территории, подальше от дороги. Но опять-таки по тротуарам ведь тоже запрещено движение. Кроме детей ведь ездят и взрослые, и на велосипедах, и на скутерах. Ну, нужен что? Нужен шлем. Мне всегда интересует вопрос, а двигаться как нужно велосипедисту? По направлению движения или все-таки против потока? Велосипедист должен двигаться по краю проезжей части попутно потоку транспорта. То есть на расстоянии до 1 метра по краю проезжей части. Он должен также соблюдать все правила. И велосипедистам, если ему нужно повернуть налево, то нужно слезть с велосипеда. И воспользоваться переходом. Воспользоваться переходом, да. И таким образом пересечь. Не выезжать в левую часть. Не выезжать, потому что это опасно. А на скутерах, если, то нужно, конечно, знать основные правила. Это показывать все сигналы поворотов налево, направо. Это поднимать руки вверх. Да, вот сам это. Если вы останавливаетесь. Это сигнал стоп водителям, которые едут сзади. Это сигнал, если вы поворачиваете налево. Ну, скутеров, мне кажется, есть. Стоп-сигналы и поворотники или нет, по-моему, есть. Они есть, но зачастую... Лучше продублировать. Да, лучше продублировать. Вторая категория, так сказать, подснежников, те, кто выезжает весной, это, наоборот, пожилые люди, которые пользуются машинами только в летний сезон и только в дачный период. Ну, для того, чтобы там привезти, перевезти, там, супругу, рассаду и так далее на даче. Скажите, что... какой им совет дадите? Нужно ли им пройти технический осмотр? Нужно ли им пройти меда... справку получить? Либо 20 лет назад получена медицинская справка, сейчас подойдет? Ну, 20 лет она не может быть назад получена, потому что права у нас меняются водительского удостоверения. Ну, 10. Через 10 лет, да, и при получении, при обмене требуется пройти медкомиссию. Насчет машин нужно, согласно правилам дорожного движения, у водителя должен быть страховой полис ОСАГО. Теперь полис ОСАГО не выдается без пройденного технического осмотра. Все это, ну, как известно, эту функцию у госавтоинспекции забрали. Сейчас это контролирует Российский союз автостраховщиков, и это их поле деятельности. Ну, в общем, пожилым пенсионерам нужно быть и внимательным, безусловно. Конечно, внимательным, потому что многие из них получили права еще в то время, когда... При царе Горохе. Когда машин на дорогах было намного меньше. Конечно, наши сотрудники, сотрудники дорожной патрульной службы, они будут за этим пристально следить, проверять документы и, конечно же, контролировать. Евгения, спасибо большое. Спасибо. Евгения Бушмакина, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД Свердловской области, была у нас, как всегда, в четверг в гостях. Ну, главное понимать на дороге, что мы все-таки не в кино, и второго дубля-то уже не будет. А если все-таки в кино, то пусть оно будет веселым, хорошим, смешным. И сейчас я предлагаю посмотреть и узнать, что же все-таки смешнее, качки из спортзала или привидения с чердака. Кинопремьеры.